Здравствуйте! Это вторая лекция из цикла «Лексикология немецкого языка». Основное внимание, как вы поняли уже из аннотации к данной лекции, будет уделено проблеме слова, как единице словарного состава языка. Здесь я хотел бы сразу же напомнить то, о чем мы закончили нашу с вами предыдущую вводную лекцию по лексикологии, по общей и частной лексикологии, по лексикологии как разделу науки о языке. Напомнить следующее. Слово является не только единицей словарного состава, но и основной единицей языка вообще. Дело в том, что грамматика, грамматический строй языка существует на базе словарного состава и проявляется исключительно в словах. Для выражения своих мыслей люди пользуются словами именно как некими оформленными единицами, которые соответствующим образом изменяют слова и сочетают их друг с другом в соответствии со структурными закономерностями конкретного языка. В нашем с вами случае это будет немецкий язык. И такая языковая категория, например, как части речи, известная вам еще со школьной скамьи, это тоже определенная классификация слов, однако классификация не чисто лексическая, а лексико-грамматическая, потому что каждая часть речи характеризуется соответствующими грамматическими категориями и определенными формами проявления этих категорий. Ну а также и соответствующими синтаксическими структурами, синтаксическим употреблением. Изучение слов вообще присуще разным разделам науки о языке. И вот лексикология, напомню, изучает лишь собственно лексическую сторону в слове, рассматривая слово только как единицу словарного состава. Однако при этом с неизбежностью, как мы говорили уже в предыдущей лекции, с неизбежностью учитываются также и грамматические моменты, характерные для слова как основной единицы языка. И здесь необходимо помнить следующую вещь. А именно каждое изменяемое слово представляет собой неизолированное явление в системе языка и в потоке речи, а представляет собой систему взаимно обусловленных форм. Итак, каждое изменяемое слово представляет собой систему взаимно обусловленных форм. И вот поэтому, когда мы говорим слово der Baum, либо das Haus, то мы пользуемся достаточно условной терминологией, потому что и der Baum, и das Haus это лишь отдельные формы данных слов. А они состоят на самом деле из ряда форм. Это и der Baum, и das Haus, и dem Baum, и dem Baum, и dem Baum, и dem Baum. Формы множественного числа. Ну и, соответственно, если продолжить этот ряд применительных слов das Haus, это будет das Haus, das Haus, das Haus, das Haus, das Haus, das Haus, die Häusel. Вот среди форм изменяемых слов имеются и такие, которые в соответствии со спецификой их грамматического значения выступают как основные представители этих слов. Такими вот формами являются для существительного, например, именительный падеж, для прилагательного краткая форма, а для глагола, соответственно, инфинитив. Однако все эти формы представляют собой, как мы видели вот по этим сериям, отдельные, хотя и особые формы соответствующих слов, существующие в языке наряду с другими соотносительными с ними формами. И вот изучение закономерностей изменения слов, изучение значения отдельных форм, изучение закономерностей функционирования в языке вот этих слов, изменяемых и неизменяемых, это все в той или иной мере учитывается лексикологией, так как лексическое значение слова теснейшим образом связано с его грамматической природой, и, напомню, зависит от грамматических свойств той части речи, к которой это слово принадлежит. Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление в еще одну пограничную область, вот точно так же, как мы сейчас только что обсудили пограничную сферу грамматики и лексики, вот точно так же я хотел бы сейчас обратить ваше внимание на еще одну достаточно интересную пограничную область, а именно фонетику и лексику. Ведь дело в том, что все создаваемые людьми понятия формируются при помощи языка и находят свое выражение в тех или иных звучаниях, то есть в звуках, то есть в материи, основной материи всякого языка, материи звучащей. И вот любое слово представляет собой нерасторжимое единство звучаний и значений. Напоминаю, что слово в традициях понимания его XX века особенно, это двусторонняя билатеральная единица, обладающая планом содержания и планом выражения, то есть формой и значением. И под формой, естественно, здесь фигурирует звучание этого слова, если речь идет о звуковой форме существования языка, а не о письменной его ипостаси. При этом звучание слова – это не само слово, но лишь его материальная оболочка, так необходимая для выражения соответствующего значения и для сообщения этого значения другим в процессе общения, в процессе коммуникации. Здесь мне хотелось бы назвать такую отрасль пограничную в современном языкознании, как фоносемантика, которая предполагает увязывать звучание и значение слов. Вот давайте с вами посмотрим на конкретных примерах, насколько это вообще возможно. Вот звучание слов даже в одном и том же языке достаточно разнообразно. Вот есть слова, правда они довольно редки в разных языках, звучание которых состоит всего лишь из одного звука. При этом вот для немецкого языка в сравнении, да, слова, звучание которых составляет один звук, менее характерны, чем для языка русского. А вот в русском языке каждый гласный звук, ну кроме «ы», может выступать в качестве звучания одного или даже нескольких различных слов. Вот давайте с вами посмотрим. Так, гласный «а», он является звучащим нескольких слов-аммонимов. Это может быть «а» как «союз», например, это не «клён», а «ясень». Это может быть и частица, обозначающая вопрос или отклик. «А», «ты меня звал», и неждометия, типа «а», вот как. Звук «и» тоже является звучанием нескольких слов-аммонимов, например, присоединительный союз, книги и тетради, усилительная частица «и», которая по значению соприкасается с «да» же или «им» на, например, «и» сам напишет. Вот об этом и идет речь. И, наконец, междометия, например, «и» полную. И звук «э». Вспомните из школьной программы знаменитая Гольглевская из «Ревизора» «э» сказали мы с Петром Ивановичем, когда Добчинский и Бобчинский приходят и рассказывают о том, как они в трактире встретили хлистоку. Ну, помимо этого, можно назвать в русском и таким же набором и звук «у», как и междометия, как предлог, и «о» тоже как междометия и как предлог. А вот в немецком языке, вследствие определенной особенности его звуковой системы, которая заключается в парности гласных, долгих и кратких, бинарная оппозиция долготы и краткости, чего нет, например, в русском языке. Так вот, это своеобразие звуковой системы, фонологической системы немецкого языка обусловило несколько иное положение дел. А именно, поскольку открытый слог связан с долготой гласного, то и немецкие гласные фонемы, которые являются краткими звуками, вообще в качестве звучания слов выступать не могут. А в данном конкретном случае в качестве звучания слов, например, как звучание междометий, выступают только долгие гласные и дифтонки. Вот, как вы видите на этом слайде, вот «а», долгая «а» является звучанием двух слов-аммонимов в современном немецком языке. Это междометия «а», выражающая радость, восхищение или изумление, например, «соу». Это иноязычное заимствование, это предлог «а», который указывает на цену того или иного товара. Это как бы сфера коммерческой терминологической лексики. Например, «цень штук, а зимн ойро». А вот, например, дифтонг «ай» выступает как звучание двух междометий-аммонимов. Например, «ай», «warum denn nicht», вот в такой разговорной фразе это может быть употреблено. Либо, это может быть и междометие «ай», который вносит ласкательный характер в общение. И здесь вот в немецком языке существует даже глагол «айен», «гладить лаская». И этот же дифтонг является звучанием формы именительно-дательного винитного падежа, существительного «тасай». Еще один пример уже на долгий «о». Оно близко по значению к русскому междометию и обозначает в сочетании с другими словами именно то же значение удивления, изумления. И вы сейчас на экране видите знаменитые строчки из гюетовского стихотворения «Май лид». При этом хочу отметить, что это междометие часто встречается в поэзии самых разных жанров и совершенно разных периодов. Вот как, например, в гюетовском стихотворении, на фрагменте из «Май лид» «О Эрд», «О Сонне», «О Глück», «О Луст», «О Либ», «О Либе» и дальше будет продолжение «Со голденшоун» «И еще один пример уже из Генриха Кейна». И «Warum sind denn die Rosen so blass? O sprich, mein Lieber, warum?» Ну, на самом деле, примером можно было бы продолжать и из современной лирической поэзии. Но слова, всё звучание которых состоит из одного звука, как я уже говорил, во всех индоевропейских языках, и в том числе в немецком языке, в современном немецком языке, явление, в общем, редкое. Звучание большинства слов представляет собой сочетание звуков, составляющие один или несколько слогов. Вот как вот в сериях, которые вы видите на слайде. Первая серия типа «Tag», «Tand», «Stein», «Berg», «Mann», «Ant», «Frau», «Tlau», или как в последней серии «Sonne», «Vater», «Wasser». Звучание слов выражает его значение, так как слово представляет собой единство звучания и значения. Их сочетание звуков или звук, который составляет звучание данного слова, сами по себе этого значения не имеют. Вот если бы это было так, то немецкому долгому «A» было бы свойственно какое-то определенное значение, и не могло бы быть такого положения, чтобы этот звук являлся одновременно звучанием междометия и предлога. Или дифтонг «I» сам по себе, если бы имел значение, которое имеет существительное «Das I», или амонимичные формы этого слова, например, к амонимичным тогда будут относиться именительные, дательные, винительные падежи, то тогда этот дифтонг не мог бы быть звучанием междометия «I», или входить в звучание таких слов, как «Stein» или «Nein». И если бы звукосочетание «to», вот такого типа, как вы видите на слайде, по своей фонетической природе имело бы какое-то определенное значение, и было бы связано с каким-то определенным понятием, то тогда «to» не могло бы быть звучанием двух разных слов. То есть это так называемые частичные амонимы, как «le to» и «das to» «le to», напомню, «глупец», и «das to» «ворот». Вот такой взгляд существует на соотношение звучания и значения. Это один возможный подход, но обращу ваше внимание, что да, существует и несколько иной подход, который в традициях современного языка знания называется фоносемантикой, и который пытается измерить, найти свои пути, и причем не только умозрительные, но и вполне конкретные, экспериментальные, по соотношению звучания и значения какого-либо слов. В этой связи мне хотелось бы привести вам в пример достаточно известную книгу Журавлева, которая так и называется «Звук и смысл». Вот я сейчас вам ее продемонстрирую. «Звук и смысл» называется эта книга, написанная Журавлевым, профессором Московского государственного университета. И вот, хотя она и подготовлена на материале русского языка, но за основу берутся и достаточно интересные наблюдения, которые были сделаны в свое время по разным поводам, и которые говорят о том, что даже если непосредственной связи между звучанием и значением обнаружить невозможно, но тем не менее все-таки некая интуитивная, подсознательная, бессознательная связь в культуре присутствует. Ну, поскольку мы с вами говорим о немецком языке, о лексике немецкого языка, то вот я позволю себе процитировать отрывок из этой книги, где автор подобрал достаточно интересный пример. Вот в повести Куприна «Поединок» есть такое рассуждение, носителя русского языка, о немецком слове «унзер». Итак, вот цитата из книги Журавлева, и еще раз напомню, это отсылка к повести Куприна «Поединок». О немецком слове «унзер» идет речь. А «унзер», понимаете, это что-то высокое-высокое, что-то худощавое, вроде какое-то длинное, тонкое, насекомое и очень злое. Как «унзер», Шурочка подняла голову и, прищурясь, посмотрела вдаль, в темный угол комнаты, стараясь представить себе то, о чем говорил Ромашов. Нет, погодите, это что-то зеленое и острое. Ну да, конечно же, насекомое, вроде кузнечика, только противнее и зли. Так вот, вот такое странное, необычное восприятие значения этого слова, немецкого слова для носителей русского языка, как выяснилось в ходе эксперимента, обусловлено тем, что фонетическая значимость этого слова для русских определяется в основном звуком «з», поскольку он самый малочастотный в этом слове и поэтому самый информативный. А звук «з» оценивается русскими информантами действительно как неприятный, пронзительный, тонкий, острый. И вот такая фонетическая значимость подсказывает носителю русского языка лексическое значение слова «унз». При этом, естественно, никакого реального отношения к значению немецкого слова это не имеет. И в восприятии носителя немецкого языка фонетическая значимость этого слова вовсе никакой неприятной коннотации, никаким неприятным оттенком обладать не будет. И еще одно интересное наблюдение из той же книги. Герой романа Бондарева «Берег» сравнивает звучание слов с одним значением на русском, английском и немецком языках и говорит следующее. «Бабочка, патафляй», — сказал Тихоникитин, — «очень похоже». «Шметалень». Нет, не похоже. Какое-то темное слово. Вот видите, возможен такой подход в разделе языкознания, который называется фоносемантика. И он, этот подход, который базируется на экспериментальных исследованиях, а эти экспериментальные опросы сводятся к тому, что, упрощенно представляя ситуацию, информантов, то есть носителей немецкого, русского, как родного, как неродного языков и многих других языков, просят на эмоциональном уровне определить, какие эмоциональные ощущения у них возникают при восприятии тех или иных отдельных звуков либо звукосочетаний. Дальше возможно построить некую шкалу, оценочную, эмоциональную шкалу восприятия звука. И от этого уже тем или иным способом прогнозировать не целиком, конечно, значение какого-то слова, но какие-то элементы значения слова. А, собственно, то, что слово состоит из конкретных элементов, его значение также состоит из каких-то конкретных элементов, собственно, об этом мы и будем с вами говорить в этой лекции. Итак, напомню, что мы говорили о том, что существуют некие пограничные стыковые моменты в изучении слова, его формы, его значения, с одной стороны грамматикой, с другой стороны с фонетикой. Так что лексикология, на самом деле, эта наука, этот раздел языкознания носит в чем-то пограничный характер. Теперь мы можем обратиться к проблеме членимости слова. И вот здесь необходимо обратить внимание на то, что с семантикой слова, со значением слова, непосредственно связана определенного рода членимость или нечленимость. Членимость или нечленимость основы слова, его форм на отдельные компоненты, ну, в данном случае морфемы. Вот, например, глагол «лейзен» в современном немецком языке — это слово с непроизводной, нечленимой основой. А вот слова «лейзер» и «лейзунг» — наоборот, слова с производными основ. Слова с непроизводными основами характеризуются тем, что не членятся ни на какие значимые компоненты. А основы же производных слов, вот типа «ля лейзер», «дес лейзерс», «дин лейзерн» и так далее, вот в этой серии, да, очленятся на корневую морфему «лейз», которая обозначает определенное действие, и соответствующий словообразовательный суффикс. Это может быть суффикс деятеля — «эр». Это может быть и суффикс имени действия, как бы это было в примере «ли лейзунг». Но не только основы, но и формы, изменяемые, членятся на отдельные значимые компоненты. Вот так словоформа «дес лейзерс» и «дин лейзерн» состоят, каждая из входящей во все формы данного слова основы «лейза», который, в свою очередь, распадается на корень «лейз» и словообразовательный морфему, суффикс деятеля — «эр», и соответствующей грамматической морфемы. Речь идет конкретно в данном примере о флексии родительного падежа единственного числа «с» и флексии дательного падежа множественного числа «н». Вот такая морфологическая членимость основы слова и тех или иных его форм на морфемы не является, таким образом, фонетической членимостью, а представляет собой членимость звучания слова на звуковые комплексы и отдельные звуки к фонему, но к слову в целом, как к единству звучания и значения, это отношение не имеет, потому что морфемы, из которых состоят основы слов и отдельные словоформы, сами представляют собой, в противоположность фонемам, отдельные, хотя и не самостоятельные, единство звучания и значения. При этом нужно запомнить хорошо следующий тезис, вот он выведен сейчас на слайд. Тезис о том, что морфологическая и фонетическая членимость слова обычно в языке не совпадают, вот как вы видите на этом конкретном примере. Вот сам пример и транскрипция. В каждом языке есть типичные и нетипичные для него звучания слов, что связано с фонетическими закономерностями конкретного языка. Вот, например, для немецкого языка, в общем, нетипичные слова с начальным П. Неважно, в сочетании или в несочетании с другими согласными. Все эти слова иноязычного происхождения, вот так слова «па» и «пельц» заимствованы из латинского, а «прессе» заимствована в XVI веке из французского языка, вот точно так же, как и слово «der plan». Вот объясняется такое явление, то есть явление нетипичности для немецкого языка слов с начальным П, тем, что в немецком языке, как и в других германских языках, еще в глубокой древности П перешло в Ф. Там могут быть некоторые графические варианты. И это связано с так называемым первым общегерманским передвижением согласных. Поэтому мы имеем в русском языке «полк» в немецком «фольк», а в русском «полный», а в немецком «фольк». А вот германское П, которое возникло из индоевропейского звонкого Б, перешло в немецком языке по так называемому второму немецкому передвижению согласных в африкату «фф». И отсюда, соответственно, мы имеем слова типа «фет», «фефа» и многие другие из этого ряда. Вот эти примеры, последние два примера, они были приведены в качестве иллюстрации к тезису о том, что звучание слова дает иногда возможность определить, исконное ли это слово или заимствование. А в некоторых случаях удается даже установить приблизительный возраст этого заимствования. Вот тот пример, то есть слова, последний пример со словами «фет» и «фефа» позволяют говорить о том, что они попали в немецкий язык из других языков раньше, чем слова с начальным «п». А слова с начальным «п» были заимствованы в то время, когда процесс перехода согласного «п» по африкату «ф» в немецком языке уже закончился. Потому что если бы это было не так, то в них «п» также перешло бы в «ф» по общей закономии. И вот относительно тех же слов, поскольку мы рассматриваем этот пример, то есть слов с начальным «пф», следует сказать, что эти слова, заимствованные еще в древности, то есть до второго передвижения согласных, представляют собой ассимилированные языком заимствования, то есть слова иноязычного происхождения. И вот это иноязычное происхождение может быть установлено путем привлечения данных истории языка. Вот среди слов с начальным «п», которые заимствовались позже, имеются как ассимилированные заимствования, так и слова, фономорфологическое строение которых выдает их иноязычное происхождение. Вот давайте посмотрим. В современном слове «план» ничем по существу не отличается от других немецких слов, а вот то, что современное слово, немецкое слово для «план» по происхождению является не немецким словом, можно установить лишь на основе знания истории языка. В отличие от слов «пигмент» и «плеонасмус», где неначальное ударение и окончание этих слов ясно указывают на их иноязычное происхождение. Ну вот, если слова с начальным «п» для немецкого языка в общем не характерны, но встречаются в нем благодаря заимствованию из других языков, то сколько-нибудь употребительных слов, которые начинаются с фрикативного «х», то есть звука, который представлен в словах «лахен», «махен», «бух», и который обозначается в фонетике как «ах», «лаут», в немецком языке вообще нет. Вот это явление, отсутствие таких слов, которые бы начинались с «ах», «лаут», объясняется следующим образом, вот старое фрикативное «х» в германских языках в начальном положении еще в древности перешло в легкое придыхание «х», которое вот мы имеем в серии слов типа «хан», «ханд», «хаус», «уф» и «абель». А поэтому звук «х» в начальном положении в немецких словах быть не может, а известное написание «сейха» в начале юноязычных слов, вот как вы видите сейчас на слайде, передает разные согласные звуки. Это может быть и «к», как в заимствованиях из греческого «кор» и «каракто», это может быть и «ш», как «шансе» и «шоссе» из французского языка, либо «х», так называемый «их», «лаут» в словах «хеми» и «хирург» из греческого. Но, безусловно, такой подход и такую модель исследования тоже не следует обобщать, потому что звучание слова далеко не всегда выдает его иноязычное происхождение. Так, звучание слова «фенста», «келла», «кюрбис», «купфа» никак не показывает, что это древние латинские заимствования, хотя, как вы видите на слайде, все эти слова заимствованы из латыни, в тот момент, когда германцы начали активные культурные контакты с древним Римом. Никак, обратите внимание, на этом же слайде, не обнаруживает своего иноязычного происхождения, это XIX век заимствования, слово «пештрайк», которое было принято немецким языком из языка английского и с тем же самым значением. Обратите внимание, что слова с начальным «пф» и многие слова с начальным «пп» также функционируют в современном языке как слова немецкие. Вот таким образом в результате заимствований несколько изменилась звуковая система немецкого языка, а звучание слов обогатились новыми типами. Показательное для специфики звучания слов определенного языка не только начальные звуки, но и другие фонетические особенности. Так, для современного немецкого языка характерны, например, слова, основа которых оканчивается на сонорный. «Согласный», вот как вы видите в этих трех сериях. Ну и для современного немецкого языка характерно противопоставление долгих и кратких гласных в корне, что опять-таки возвращает нас к разным значениям. То есть обращаю ваше внимание на то, что мы пока что в нашей лекции все время говорим о значении слова, о том, на каких пограничных моментах строится вариативность этого значения. Вот в данном конкретном случае речь идет о том, что для немецкого языка, для которого в противоположность русскому характерно противопоставление долгих и кратких гласных в корне, за счет этого может разлучаться звучание слов, имеющих разное значение, типа «мите» и «мите», «офен» и «офен», «банен» и «банен». Если обратиться к переводу, то первая серия — это квартплата и середина, печка и открытый, и пролагать путь, последний пример, изгонять или объявлять вне закона. Обратите также внимание на то, что звучание слов, которые имеют отношение к значению слова, безусловно, еще сопровождается теми или иными особенностями ударения. Вот для звучания всех немецких слов, принадлежащих к разным частям речи, характерно начальное, главное — ударение. Вот слова с непроизводными основами, вот первая серия, примерами таких непроизводных основ будет «фата», «мута» и «арбат». А вот слова с производными основами, вот к этой серии относятся такие слова, как «цайтунг», «вертшафт», «арбайта», «уэрвальд». И, наконец, не стоит забывать и о словах со сложными основами, типа «бандцайтунг», «фатахаус» и «мута-шпрах». И исключения, на самом деле, безусловно, присутствуют. Но сначала обратите внимание на то, что префиксальные глаголы и производные от них имена имеют ударение на следующем за префиксом слове, типа «бэшпрэхен» и «бэшпрэхюнг». И, собственно, вот исключения из этого правила действительно немногочисленны. Это некоторые исконно немецкие слова с неначальным ударением. Например, как вот первую серию вы видите «депендих», «холюнда» – «бузина», «хермелин» – «горностай» и «вахольда» – «можжевельник». Ну и некие производные существительные, либо префиксального, типа, например, «кэшпиле», «кэпирге», «кэлауфе» и слово «ягундат» – «столетие». Ну, вот другие производные и непроизводные слова с неначальным ударением в той или иной степени иноязычного происхождения. Ну, сюда относятся, например, «революциун» – это заимствование из французского языка. И можно, конечно, определить принадлежность слов, его объем значения и по суффиксам. Так вот, многие суффиксы современного немецкого языка также представляют собой заимствование. Вот глагольный суффикс «ир» проник в немецкий язык с французскими словами и утвердился в немецком языке при поддержке латинских слов. А суффикс «ант» – латинско-французского происхождения. Суффикс же «ай», от которого произошел потом и суффикс «ерай» – это суффикс, имеющий французское происхождение. Вот таким образом можно подойти к обсуждению того, как значение слова, то, чем интересуется лексикология, связано с такими пограничными элементами, как грамматика и фонетика. И как вот эти все три языковых яруса, а речь идет именно о иерархической структуре языка, то есть уровень фонетический, уровень морфологический, уровень лексический, как эти все ярусы между собой взаимодействуют и оказывают влияние в той или иной степени и на лексику немецкого языка, и, соответственно, как производная на те приемы, методы, к которым обращается лексикология для того, чтобы изучить словарный состав языка, не упуская малейших деталей. Вот в особенностях строения слова. Напомню, что слово представляет собой двустороннюю единицу, имеющую и план выражения, и план содержания, форму и значение. Давайте еще раз теперь обратимся к слову. Напомню, что основная единица, которая является объектом изучения в лексикологии, это слово. Это основная структурно-семантическая единица языка, имеющая значение и форму. Она служит, эта единица, для именования предметов, их свойств, явлений, отношений, действительности. И, соответственно, слово, как языковая единица, обладает совокупностью семантических, то есть значимых фонетических и грамматических признаков, специфичных для каждого языка. Вот все те примеры, которые мы с вами обсудили, это примеры специфичности взаимодействия семантики, фонетики и грамматики, этих признаков, специфичных, повторю, для немецкого языка. Характерными признаками слова являются цельность, выделимость и свободная воспроизводимость в речи. И напомню, опять-таки, что в слове различаются несколько структурных пластов, то есть фонетическая структура, это определенным образом организованная совокупность звуковых явлений, которые образуют звуковую оболочку слову. Затем морфологическая структура, то есть совокупность морфем, и, наконец, семантическая совокупность значений. И различаются лексическое значение и грамматическое значение слов. В плане выражения в слове выделяется лексема. Вот, обратите внимание на этот термин. А в плане содержания в слове выделяется сема. Давайте обратите внимание на этот термин. Итак, лексема и сем. Чуть позже мы с вами подробно разберем эти два термина. Пока я попрошу эти термины запу. В немецком языке, который обладает словоизменительными возможностями, система и единство грамматических модификаций и семантических модификаций это взаимосвязано. И, соответственно, проявляется, овнешняется вот в уже упомянутых лексемах и сем. При этом слово является носителем комплекса значений разной степени обобщенности и принадлежащих к разным уровням языка. Вот на основании своих семантических и грамматических признаков слово относится к определенной части речи, выражает в своем составе предопределенные системой данного языка грамматические значения. Вот, например, прилагательные в немецком языке выражают значения рода, числа и падежа. А в значениях слов закрепляются результаты познавательной деятельности людей, и в слове формируется совокупность признаков, которые выражаются и передаются определенными понятиями. В структурном отношении, как мы видели, слово, это я просто напоминаю, комментирую те примеры, которые были разобраны в первой части лекции. К структурному отношению слово может состоять из ряда морфемы, из которых одни отличаются самостоятельностью и свободным воспроизведением в речи, а другие, соответственно, могут отличаться не самостоятельно. Системный подход к языку поставил в изучении слова некоторые основополагающие задачи. Во-первых, нужно определить слово как единицу языка и выявить критерия его выделения. Нужно изучить содержательные стороны слова, нужно конкретизировать методы анализа содержательной стороны слова, а также нужно исследовать, это задача уже конца прошлого, начала нынешнего века, нужно исследовать системность лексики, ну а кроме того изучать слово не только в тексте, но в языке и речи. И вот особую сложность здесь представляет выделение слова как единицы языка и речи. Ну это практически то, с чего мы начали нашу прошлую лекцию, когда я вам рассказывал о тех проблемах, с которыми столкнулись создатели первых самых вариантов машинного перевода с одного языка на другу. Так вот, давайте с вами остановимся на том, что представляет из себя вот тот самый термин, который мы с вами должны сейчас подробнее обсудить. А именно термин, два термина, лексема и, собственно, сема. Дело в том, это будет сначала пояснение первого термина, термина лексема. Дело в том, что слово в совокупности всех его форм и значений принято называть лексемой. Вот все словоформы слова, то есть те примеры, которые мы видели с вами, «деябаум», 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 «деябауме». Вот все словоформы лексема принадлежат к одной части речи. Ну, например, это существительное. А значения одной лексемы обычно связаны между собой или общими компонентами смысла, или это может быть и ассоциативная связь. Вот обычно все словоформы лексема имеют общую основу, вот как у нас было в примере со словом «деябаум». Но не исключено, что вам встретятся и так называемые суплитивные формы. То есть некоторые слова, это имеет место быть и в современном немецком языке, образуют свои грамматические формы от разных основ. Вот это и называются суплитивные формы. Как, например, в прилагательных «гут» и «бесо». Эти формы, безусловно, не похожи друг на друга, однако лексическое значение у них одно, а различаются только грамматические значения, например. Вот это, что касается, собственно, комментария к термину лексема. А теперь нам нужно будет с вами подробно рассмотреть, что же представляет собой термин «сема». Итак, обратите внимание, что «сема» — это термин также греческого происхождения, а именно от слова со значением «знак». греческая «сема» имеет значение «знак», и она определяется как минимальная предельная единица плана содержания. Итак, еще раз расшифровка термина «сема». Это минимальная предельная единица плана содержания. То есть «сема» представляет собой элементарные отражения в языке различных сторон и свойств, обозначаемых предметов и явлений действительности. «сема» является операциональной единицей компонентного анализа. Здесь я вам предлагаю вернуться к материалу первой лекции, где мы с вами рассматривали методы, которыми пользуется лексикология. Здесь я просто обращаю ваше внимание на то, что «сема» является операциональной единицей компонентного анализа при исследовании семантического поля слов и лексико-семантических вариантов слов для установления их сходств и различий. Структура «семы» обнаруживается благодаря сведению содержания значения к его простейшим составляющим. И вот «сема» как конструктивный компонент значения, безусловно, не одинаковы по своему характеру и по своему иерархическому статусу, потому что отражаемые ими объективные свойства предметов и явлений имеют разную значимость для систематизации и различения внеязыковых объектов. В связи с этим еще несколько терминов. В центральной и иерархически главной в структуре описываемого значение будет являться так называемая архи-сема, то есть родовая интегрирующая сема, свойственная всем единицам определенного класса и отображающая их общие категориальные свойства и признаки. Вот, например, в лексическом значении русского слова «отец» то же самое будет иметь значение и для немецкого слова «де фата». В лексическом значении этого слова, которое будет интерпретироваться как мужчина по отношению к своим детям, точно так же, как мы потом увидим на примере лексического поля, во всех других терминах роста выделяется архи-сема-родственник. А с помощью дифференциальных сем описываются различия единиц этого семантического поля. Это уже семы видовые. И, соответственно, следующие семы будут образовывать лексическое значение слова «отец» в русском языке и слово «де фата» в немецком языке. А именно, это мужской пол, родитель, прямое родство, кровное родство, первое поколение. То есть, все вот эти вот семы выступают как видовые уточнители родового понятия, родственник, родственник мужского пола, родственник родителей. Вот благодаря вот таким дифференциальным семам слово «отец» в русском языке, слово «де фата» в немецком языке как термин родства может противостоять по совокупности всем другим членам вот этого семантического поля. Вот «отец», «мать» — «фата», «мута» — будут различаться семами «мужской пол», «женский пол», а «отец» и «сын» — «фата» и «зоун» — будут различаться семами «родитель» — «рожденный», а «отец», «дядя», например, «прямое родство», «непрямое родство» и так далее. Здесь этот перечень можно продолжать, пока не числится все бинарные противопоставления в сфере родства. Причем это одинаково структурировано для индоевропейской языковой общности в целом, в том числе для немецкого и русского языка. И еще одно замечание о семе. Вот сема обеспечивает устойчивость смысловой структуры слова, потому что в его значении выделяются контекстуальные семы, то есть которые отражают различного рода ассоциации, связанные с обозначаемым предметом или явлением, и которые возникают в определенных ситуациях употребления слова. И вот за счет контекстуальных сем в речи или в тексте, ну это будет письменная форма существования языка, или устная форма существования языка, так вот либо в речи, либо в письменном тексте, создаются некие смысловые оттенки значений языковых единиц, на основе которых, то есть на этих переосмысленных оттенках значений языковой единицы могут развиваться и противопроизводные значения. Ну, например, сема, источник начала чего-либо, и отеческий, заботящийся о других, в слове «отец» вот может появиться вот такие контекстуальные семы, то есть и в немецком, и в русском, и в слове «триофата», и в слове «отец» могут появиться семы, источник начала чего-либо, либо отеческий, заботящийся о других, типа «отец народа». Такое словосочетание возможно в русском языке. Либо в русском языке из классики известны такие фразы, которые иллюстрируют, подтверждают, иными словами, верифицируют термин синонимичный «подтверждать» в исследовании тот или иной постулат, то или иное допущение. Вот такие наши с вами допущения, они подтверждаются материалом русского и немецкого языка, а совсем не означают, что выделение семь основных, либо производных является фантазией следователя. Вот у того же Гоголя можно найти некую иллюстрацию, верификацию к тому, что да, в русском языке присутствуют вот такие вот добавочные семантические значения. «Узнал он только, что латинский язык есть отец итальянского». Пример из Гоголя. Или еще один пример уже из Лермонтова. «Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдат». Вот, собственно, при оптимальном определении состава и структуры семы как составляющих значений языковой единицы должны учитываться ее отношения и со всеми другими единицами семантического поля, то есть речь идет уже о значимости семы в этом поле. Ну, это уже как бы разговор, относящийся к процедуре анализа конкретных лексических единиц при их включении в то или иное семантическое поле. Что касается лексико-семантического поля, то прежде чем подробно остановиться на этом термине, я хотел бы представить еще два структурных момента в исследовании значений слу. Речь идет о том, что об отношениях между значениями одной и той же лексема можно говорить с разных точек зрения. Вот в частности представляют интерес формальные связи значений. Если взять значение, набор значений русского слова кромка, то здесь возможен определенный тип связи между всеми этими значениями. Чтобы вам не обращаться к словарям, я в качестве иллюстрации процитирую значение слова кромка. Первое значение – это узкая полоска по долевому краю ткани, отличающаяся выработкой. Второе значение – продольный край деревянной доски, металлического листа и подобных материалов. И третье – вообще край чего-либо. Так вот, при таком подходе мы можем говорить… Сейчас я вам покажу это на конкретной схеме. Мы можем говорить о радиальной полисемии. Давайте посмотрим, как это выглядит на схеме. Вот все три значения. Вот такой тип связи всех трех значений имеет общую нетривиальную часть. Это то, что называется терминологический инвариант. Вот таким образом вы можете потом рассматривать проблему инвариантности. Вот такой тип связи называется радиальным. То есть при нем существует заполненное, не пустое, осмысленное пересечение трех значений А, В и В. То есть общая часть их значений будет называться инвариантом или общим значением. И в частном случае она может совпадать с одним из значений. Вот так вот устроено именно толкование слова «кромка», который я только что процитировал. То есть вот третье значение, вообще край чего-либо, в той или иной форме присутствует в составе первых двух значений, которые также были исчислены. Напомню, узкая полоска по краю ткани и продольный край деревянной доски, металлического листа и тому подобного материала. А вот другой возможный тип связи, объединяющих значения, это так называемая цепочечная связь. Вот сейчас я вам представлю ее также на схеме. Обратите внимание на вид цепочечной связи. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду следующее. Значения А и В имеют общую часть, значения В и В также имеют общую часть, а вот пересечение всех трех значений пусто. То есть значения А и В связаны между собой опосредованно через значения В. То есть в этом обычном случае тогда говорится не об инварианте, а о главном значении, а остальные считаются образованными от него. И вот в качестве примера такая цепочечная структура представлена тремя значениями лексемы чай. В русском языке, например, первое значение это вечно зеленое дерево или кустарник, из листков которого приготовляется напиток. Второе значение это ароматный напиток, который является продуктом заваривания этих листов чая. И, наконец, третье значение это чаепитие, как некий процесс, некий ритуал. Комментируя этот пример, можно сказать, что значения первое и третье, то есть дерево, кустарник и чайпитие, связаны между собой посредством значения 2. То есть ароматный напиток, который приготовляется для ритуала из листьев этого вечно зеленого дерева. То есть обычно главным есть еще термин прототипический. Прототипический. Под главным прототипическим значением признается первое. И вот такое решение свойственно толковым словарям, в том числе толковым словарям немецкого языка. Поскольку преобразование значения из растения в пищевой продукт, сделанный из этого растения, встречается достаточно часто. Ну а, безусловно, это не единственная возможность, поскольку для носителей русского языка более привычным оказывается значение второе, а остальное образуется от него всего лишь за один шаг. А при первом решении от значения первого к значению третьему придется перейти за два шага или за две семантические операции. В связи с этим я хотел бы упомянуть еще два термина. Мы будем подробно говорить о них в следующей лекции, но сейчас они нам будут необходимы для того, чтобы проиллюстрировать тот факт, что существенным следует признать не только формальный тип связи между значениями, но и содержательные отношения между ними. И вот в этом случае нам придется иметь дело с двумя терминами лексикологического плана. Эти два термина тоже вам могут быть известны, но с нескольких других позиций. Метафора и метанимия. Дело в том, что отношения содержательные и структурные должны рассматриваться в динамическом аспекте. То есть в данном случае речь идет о неких семантических операциях над значением или различных видах переноса. И вот наиболее важные такие трансформации, преобразования, это метафорические и метанимические переносы значений. И метафора, и метанимия являются прежде всего механизмами речи, то есть особыми типами оказиональной номинации, так называемой. Однако они выполняют еще одну функцию, важную не только для речи, но и для языка в целом как системы. То есть, будучи введены в систему языка, то есть получив конвенциональный статус, то есть став стереотипами, они могут использоваться для образования переносных значений и таким образом являются отношениями между значениями одного слова. Так вот, комментарии к тем терминам, которые вы видите на экране. Вот метафорой называется использование слова по отношению к новому, внеязыковому объекту, сходному со старым динататом. В этом случае говорят о переносе наименования одного объекта на другой по сходству. Например, он Шекспир 20 века. Но это, безусловно, метафора, потому что современный писатель не является Шекспиром, хотя сравним с ним и сходен с ним. А вот метанимей называется использование слова по отношению к новому, внеязыковому объекту, смежному со старым динататом, во времени или в пространстве, и вовлеченному с ним в одну и ту же ситуацию. То есть в этом случае говорят о переносе наименования одного объекта на другой по смежности. Например, вот в такой русской фразе, как я сейчас перечитываю Толстого, то есть используемого, здесь используется метанимия, так как слово Толстой обозначает не самого писателя, а его произведение. И таким образом мы подошли с вами к возможности обговорить, что же представляет из себя семантическое поле. Так вот, одна из задач лексической семантики состоит в описании системы лексических значений. И в процессе вот такого исследования устанавливаются отношения между значениями различных слов и значения. Слово при таком подходе определяется уже не как самостоятельная единица, а как совокупность отношений с другими значениями. И одной из форм частичного решения этой задачи является описание отдельных семантических полей. Ну вот понятие семантического поля может включать и другие языковые единицы, например, словосочетание. Но классическое семантическое поле объединяет именно лексемы или лексико-семантические варианты. И вот к обсуждению основных термин мы сейчас с вами и подходим в том разделе лекции, который, собственно, и посвящен полю и лексико-семантической системе языка. Небольшая историческая справка. Понятие семантического поля было введено не так давно. Это середина, вторая половина XX века, и принадлежит именно немецким лингвистам Триру и Ипсону. Особый вклад в дальнейшую разработку теории семантического поля внес опять-таки немецкий лингвист Лео Вайсгербер. Определение, которое я попрошу вас зафиксировать и обратить на это определение особое внимание. Итак, что такое семантическое поле? Сейчас я вам выпишу этот термин. Итак, мы с вами обсуждаем термин семантическое поле. Семантическое поле это множество слов, объединенных общностью содержания или иными словами, имеющих общую нетривиальную часть в толковании. По этой общей части семантическое поле и получает название. Вот таким образом можно говорить о семантическом поле родства, семантическом поле движения, семантическом поле чувств, семантическом поле еды. Итак, напомню еще раз. Семантическим полем называется множество слов, объединенных общностью содержания. Или есть еще один вариант терминологический, описание поля, то есть имеющих общую нетривиальную часть в толковании. Говоря о семантическом поле, ученые, лингвисты имеют в виду не просто набор слов, но и семантические, то есть смысловые отношения между ними. Но так же, как материальным представителем значения слова является его толкование, то материальным представителем семантических отношений является их описание. И это означает, что семантическим полем следует называть не только само множество слов, но и их семантическое описание, которое сделано по определенной схеме. Вот ключевыми в описании семантического поля считаются понятия интегрального и дифференциального признаков. Для семантического поля определяется некий конституирующий, то есть доминирующий, структурирующий его смысл, иными словами, смысл общий для всех слов данного поля, который и называется интегральным семантическим признаком. Потому что вот этот конституирующий по существу признак и задает все семантическое поле. И в состав семантического поля включаются все слова, которые обладают данным смыслом, то есть включают его в свое толкование, как мы видели вот на тех двух схемках. Неважно, какое толкование и как эти разные смыслы между собой взаимодействуют. Кроме того, для семантического поля задается так называемый набор дифференциальных признаков. Вот под термином дифференциальные признаки понимаются те смыслы, которые присущи лишь части слов, и с помощью которых значения слов данного семантического поля могут быть различены. И при описании семантических противопоставлений в рамках целого поля удобно используются семантические компоненты, семы. И удобнее всего, как показывает практика описания, использовать именно бинарные признаки. Вот так, как мы видели это в примерах с степенями родства, с терминами родства в русском и в немецком языке. Напомню, мы тогда в качестве примера чуть раньше в этой же лекции обсуждали слова диафата и отец в немецком и русском языке. Вот давайте тогда опять вернемся к терминам родства. И в качестве примера я приведу именно это наиболее изученное и, можно сказать, образцово-показательное семантическое поле. Оно по нескольким причинам является образцовым примером. Во-первых, система родства представляет собой не только чисто языковую, ну как, например, какие-то абстрактные понятия, либо философские категории, но и культурную систему, совершенно реальную. И поэтому описание семантического поля терминов родства в разных языках позволяет сравнивать систему родства и брака в разных культурах. То есть имеет прикладное значение. И вот системность и строгость внеязыковых отношений, то есть в самой культуре, обеспечивает, вот в данном конкретном случае, почти идеальную разложимость лексемных значений, а также адекватность и полноту описания. Элементарные компоненты следует считать наиболее важными смыслами в данной культуре. Я приведу вам примеры на материале русского языка, но хочу оговорить, что практически стопроцентное соответствие будет наблюдаться и в процессе процедуры анализа построения такого же поля и в немецком языке. Вот в русском языке основную группу терминов родства составляют следующие. Жена, муж, мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, бабушка, дедушка, внучка, внук, пяти, дедя, племянница и так далее. Как вы видите, здесь совершенно элементарно это соотносится с набором терминов родства и в немецком языке. Frau, Mann, Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Schwester, Bruder, Enkel, Enkelin, Nefe, Tante и так далее. В русском языке для обозначения более дальних родственников используются и такие основы, как юродный, например, двоюродный, троюродный, приставка пра, например, прадед, прабабушка. В немецком языке для аналогии можно привести префикс ur, например, ur-eltern, либо an, например, an, frau. И если принять неограниченность количества морфем в слове и практическую бесконечность числительных, вот это комментарий двоюродный, троюродный и так далее, то это дает возможность структурировать поле терминов родства, распространяя его на сколько угодно дальних родственников. В русском языке, точно даже как и в немецком, для обозначения двоюродного брата и сестры используется, помимо собственных слов, также и заимствование из французского языка, например, кузен и кузин. Вот эта система с точки зрения культуры фактически основана на понятии актуального брака, причем предполагается, что брак заключен единственный раз. И к терминам родства и брачных отношений, например, в русском языке, но и в немецком языке относятся и некоторые другие слова, связанные со вторичным браком, смертью одного из супругов, крещением, ну, например, мачеха, отчим, падчерица, пасынок, вдова, вдовец. Как вы прекрасно понимаете, к этой русской серии можно совершенно спокойно подобрать полностью адекватную серию и в немецком языке, типа «Витве», «Витва», «Швигамута», «Швигафата» и так далее. В историческом аспекте, напомню, что лексикология имеет и исторические аспекты, и, соответственно, полевые характеристики также могут быть представлены в историческом аспекте. Итак, в историческом аспекте данная система также не является постоянной, строго определенной. Вот, например, в древнерусском языке или более раннем состоянии русского языка для обозначения родства использовались другие слова, например, «стрый», «ятровка». В современном языке на наших глазах устаревают некоторые слова, и они уходят из активного запаса. Ну, прежде всего, такие слова, как «сноха», «сватья», «сват», «золовка», «своячница», «шурин». Значение, я уверен, с первого раза будет объяснено далеко адекватно не всеми. То же самое имеет отношение и к немецкому языку. И, так сказать, в качестве иллюстрации я хотел бы вам показать, как структурно, графически представляется в монографиях, пособиях по семантическим полям в русском, немецком языке вот такие возможные структуры. Это пример на то, что мы сейчас только что с вами обсуждали, то есть на семантическое поле терминов «родство». Итак, на этом, то есть вот этим примером я позволю себе закончить нашу очередную лекцию из обширного цикла, посвященного лексикологии немецкого языка. Напомню вкратце, что в этой лекции мы рассмотрели основные вопросы, связанные со словом, с семой, как элементом анализа. И основное внимание было уделено также вопросу семантического поля, то есть как структурируется семантическое поле и какой прикладной эффект оно может иметь, помимо чисто теоретического значения для лексикологии как научной дисциплины. На этом наша очередная лекция подошла к концу. Я прощаюсь с вами и в конце лекции, как всегда, я хотел бы обратить ваше внимание, что никакая лекция не может полностью исчерпать весь информативный запас, который заключен в том или ином разделе обсуждаемой тематики. И поэтому обращение к дополнительной литературе также необходимо. В конце лекции, естественно, я рекомендую вам ознакомиться со списком литературы, на основе которого вы сможете более четко определиться в терминологическом аппарате, связанном с тем разделом лексикологии современного немецкого языка, о котором мы говорили в данной лекции. Итак, я прощаюсь с вами до следующей лекции и предъявляю вам список литературы для самостоятельной, более углубленной работы по этой тематике.